Вначале я немножко расскажу о плане сегодняшней лекции, о чём я расскажу. Прежде всего, я немножко объясню, что такое модель алгебраических многообразий и полей. И потом расскажу о классификации алгебраических многообразий малой размерности, хорошо известные классические очень вещи. Потом расскажу, что мы понимаем в современной алгебраической геометрии под результирующими моделями. Там мы имеем два типа моделей. И в заключении, четвёртый и пятый пункт, я расскажу как результаты по программной минимальной модели, так и её лог-верции. Итак, начнём вначале с моделей. И, соответственно, здесь я немножко побольше деталей вставлю. Модели алгебраических многообразий и полей. Итак, я сегодня буду рассказывать о неприводимых алгебраических многообразиях. Мы рассматриваем неприводимое алгебраическое многообразие. над полем К. Маленькое. Обычно для геометрии достаточно рассматривать случаи поликомплексных чисел, так что, кто не желает рассматривать арифметические ситуации, мы можем спокойно предполагать, что у нас есть поле комплексных чисел. Хотя для арифметики интересны поли рациональных чисел. Поля положительные характеристики. Потом я поясню, поскольку биорациональная геометрия – это очень грубое отношение эквивалентности, мне очень грубая точка зрения понадобится и на то, что такое неприводимое алгебраическое многообразие. Значит, если мы рассматриваем неприводимое алгебраическое многообразие, то почти по определению мы можем рассмотреть поле рациональных функций этого алгебраического многообразия. Обозначим это поле через f. Это будет расширение поля констант нашего многообразия, где константы рассматриваются как постоянные функции. Но это поле рациональных функций, оно, конечно, трансцендентное расширение обычного поля рациональных функций на многообразие x. И терминология здесь следующая. Вот это многообразие x называется моделью этого поля. Модель поля f. То есть модель какого-нибудь поля константного расширения поля комплексных чисел. Это некое алгебраическое многообразие, на котором рациональные функции реализуют элементы этого поля. И, в принципе, мы можем x тоже менять. Модель, она не единственная обычная. Это то же самое, что модель любого другого. Любого другого многообразия. Многообразие. Последнее означает, что поле функций этого многообразия y. Рациональных то же самое, что и изоморфа под функций. Но в дальнейшем будет ясно, почему разные модели, в чем интересно построить более минимальные, так сказать, более канонические модели. Многообразие, которое мы встречаем x и y с одним и тем же поле функций, называют биррациональным эквивалентом. Значит, x и y биррациональный эквивалент. Значит, это естественные эквивалентности отношений вводят биррациональную геометрию. То есть, биррациональные геометрии мы изучаем многобразие с точностью до того, называют биррациональные и заморфные, если их поле рациональных функций одинаковые. Сейчас я дам два таких примера, которые дают мотивировку всей проблематике. Самый простейший пример, конечно, поле – это рациональные многообразия. Рациональные многообразия. Для рациональных многообразий поле рациональных функций очень просто. Это то же самое, что поле рациональных функций на проективном пространстве инмерном или на афинном инмерном пространстве. То есть, мы здесь разницы биррациональной не видим между проективным и афинным инмерным многообразием. И поле рациональных функций очень просто устроено. Это есть рациональные функции от n-независимых переменных классических. Очень простое поле. Поэтому с этой точки зрения мы можем взять эту модель или эту модель этих многообразий. С другой стороны, если мы рассмотрим гиперповерхности, это существует типичный пример любого многообразия. Мы рассмотрим гиперповерхность. Размерность n в проективном пространстве n-11 стоит гиперповерхность степени n. Гиперповерхность по определению задается одним уравнением. Почему тоже степень? О, извиняюсь, степень d. У меня тут степень d и размерность n. и размерность неприповерхности n. И она задается одним уравнением, конечно, не равным нулю. И по определению почти... Потому что это неприводимый многочлен однородный от n-перемен. То есть это неприводимый однородный многочлен степени d. Неприводимый однородный многочлен степени d. И здесь, можно сказать, теорема такая неглубокая, конечно, о том, что всякое алгебраическое многообразие имеет такую модель. То есть, в принципе, если нас интересует неприводимый алгебрист, достаточно рассмотреть неприводимые гиперповерхности. То есть, всякое многообразие. x биррационально-эквивалентно проективной, для нас очень важно в дальнейшем проективная точка зрения, проективной гиперповерхности h. Ну, одно замечание, конечно, размерность один из важнейших инвариантов в математике, в топологии, где угодно. Размерность этого алгебраического многообразия, это есть степень трансцендентности вот этого поля f над k, или поля рациональных функций. Однако, одно важное замечание, что это, конечно, гиперповерхность, с одной стороны, это просто. Мы имеем одно уравнение. Но на самом деле, обычно, если мы берем неприводимые многообразия, достаточно хорошие, и хотим представить его в виде гиперповерхности, оно приобретает очень много особенностей. И по этой гиперповерхности очень трудно проследить, какая же геометрия на хорошей модели, которая гладкая, на которой хорошо определенные функции, потому что это главная задача арифметика. Поэтому здесь важный этап, который позже мы увидим в нашей программе минимальной модели, будет один из шагов при конструкции хороших классов моделей. Это теорема Хиронаки, которая, конечно, делает многообразие уже не гиперповерхностью. К сожалению, тут есть ограничения. В дальнейшем я в основном буду предполагать, что характеристика моего поля 0. То есть это как поле комплексных чисел или поле рациональных чисел. Эта теорема утверждает, что всякое многообразие Х биррационально эквивалентно не особому проективному многообразию. В комплексной ситуации довольно понятно, что значит не особое проективное многообразие. Значит, с комплексной точки зрения комплексное многообразие локально мы имеем ровно координатную систему столькими параметрами, какова разметность нашего комплекса. Ну, я говорю, в комплексном случае. Легко. Мы знаем, что такое касательное пространство, и значит, что имеется локальное описание в комплексной тополоте. И это одно из замечаний, что, может быть, я вот здесь сотру, сделаю пару замечаний, что, во-первых, замечание в комплексном случае, что неприводимость не особо многообразия, эквивалентно связанность. Имеет очень простую типологическую операцию. И второе замечание, что всякое не особое многообразие над c, не особое многообразие над полем комплексных чисел является комплексным многообразием с естественной структурой. То есть имеется естественная система карт комплексно-аналитических скорби. Итак, это вот что касается общего такого введения, что такое модель и все. Теперь мы вот посмотрим о классификации малых размерностей. Малой размерности в современной геометрии понимается размерность 1 и 2, хотя, может, со временем она и сдвинется, и будет 3 рассматриваться как малая размерность. значит, классификация в малой размерности. Ну, я напишу более точно в размерность непревосходящей 2. Значит, я начну со случаев кривых. Здесь достаточно известный очень предмет для многих математиков. То есть в этом случае x это проективная не особая кривая, алгебраическая кривая. И имеются здесь три типа. Есть понятие рода, про которые я здесь подробно не буду говорить, но проинтерпретирую формулы, которые в дальнейшем нам очень важны, что на всякой алгебраической кривой, на всяком алгебраическом многообразии определен канонический дивизор, про который я скажу позже. И степень этого канонического дивизора в этом случае есть два рода, этой кривой минус двойка. И классификация производится по степени этого дивизора и по этой степени. Значит, в том случае, какая степень положительная, это один класс, степень равна нулю, второй класс, и степень отрицательная, это третий класс. Значит, в этом случае, если мы посмотрим, какой же род, то по этой формуле увидишь, что здесь род больше или равен двух, это называется обычно общий тип. Общий тип. Здесь род равен единице, это так называемые эллиптические кривые. И род равен нулю. Здесь с точностью дезаморфизма только одна кривая, это проективная прямая. Конечно, это верно для полиалгебраических замкнутов, я здесь немножко скажу, геометрическая ситуация. А в арифметической ситуации это коник. То есть там известно, что объект элементарный а. Значит, здесь имеется три типа геометрии. Значит, общий тип это геометрия Лобачевского, плюс геометрия Лобачевского. Здесь геометрия эвклида, во втором случае, с точки зрения метрик, их кривизн. И третий случай это геометрия Римманова геометрия. Конечно, эти случаи лучше рассматривать над полем комплексных чисел кривые. И в такой ситуации общее замечание я тут сделаю, что, во-первых, для чего важна проективность и не особость. Модель не особая и проективная для кривых единственная. То есть это единственная хорошая модель. Ее обычно в классической алгебраической метре теории кривых изучать. Разными способами. Есть методы через нормирование, разные подходы. И второе замечание здесь. Не особые кривые над полем комплексных чисел, а над полем комплексных чисел. Есть просто компактные риммановые поверхности. компактные риммановые поверхности. Риммановые поверхности. То есть здесь теория комплексной аналитической геометрии совпадает с алгебраической геометрией. В случае поле комплексных есть большой разницы. Нет, хотя по методам они очень различны. Ну и третье замечание об этой вот формуле, что степень стопологической точки зрения можно представить и мы в дальнейшем этим будем пользоваться как пересечение канонического класса с фундаментальным классом. В этом случае фундаментальный класс С это есть наша кривая. А в дальнейшем мы будем пересекать С с кривыми. В одномерном случае это единственный случай, когда у нас только одна есть кривая, потому что мы с ней и пересекаем. И на этом основана вся классификация. То есть это вот для нас очень важно, что вот это выражение имеет вид это Х пересеченное с Х. В этом случае а в общем случае здесь будет стоять кривая. Теперь я должен немножко сказать, что же такое канонический дивизор. Видите, довольно-таки на слуху, особенно в геометрии часто. И даже в современной математической физике есть терминология, что в каком-то смысле канонический класс это комплексная форма объема. Но не обычная форма, а комплекс. Когда мы рассматриваем комплексные многообразия. Итак, по поводу канонического класса. Мы его будем означать через К. Подразумевает, что у нас есть многообразие. Х. И этот класс определяется, напишу это выражение, омега в скобочках, где омега некая дифференциальная форма, а то, что в скобочках, это означает, что мы берем нули и полюса этой формы. То есть вычисляем, где его нули, где полюса. То есть это нули и полюса соответственно с кратностями рациональной дифференциальной формы. нам понадобятся не только рациональные функции, но и рациональные дифференциальные формы старшей степени n, где n – это размерность нашего надохода. Локально эта форма имеет вид некой рациональной функции, умноженная на переменные наши, дифференциалы переменных. старшая форма локально имеет внешнее произведение n – дифференциал координат, и здесь стоит рациональная функция. То есть по существу у нас как бы есть одна функция рациональная, у нее есть нули и полюса. Но все зависит от того, что если мы берем нули и полюса рациональной функции, они не дают ничего интересного. Топологический класс такого, можно сказать, дивизора, дивизор – это комбинация нулей, так сказать, под многообразие размерности 1, она топологически ничего интересного не даст. Степень рациональной функции любой кривой 0. А вот степень такого, дивизор может быть и 0, и не 0, все очень интересно. И с другой стороны канонический априлер по любому многообразию. После такого введения в канонический, можно сказать, класс, или его называют на канонический дивизор, ну, например, если у нас проективное пространство есть, и омега обычная дифференциальная форма dx, то ее нули это есть минус дважды бесконечности, можно вычислить через координаты. То есть канонический дивизор в этом случае минус две бесконечные точки, где я, конечно, под x понимаю координату в афирном пуске обычного. Итак, посмотрите, что же получается в теории поверхностей. Здесь имеется теорема Энриквиса с констеринного Кадайра, там много людей, значит, теорема Энриквис, Костеринного. Это, так сказать, вершина в каком-то смысле классической итальянской геометрии, хотя вот здесь японский это тоже есть, потому что он занимался комплексом Кадайра. теорема это следующее, что если мы возьмем любую алгебраическую поверхность, алгебраическая поверхность, то есть в этом случае размерность 2, то она биррационально эквивалентна одному из двух следующих возможных типов. То есть мы здесь имеем два типа. Один тип нам будет напоминать Евклида Лобачевского, вот эта часть Евклида и Лобачевского, то есть у нас классификация будет достаточно грубая. Евклида Лобачевского в одной категории, Риммон в другой. Существует такая не особая проективная поверхность, не особая проективная, с одним условием, что канонический дивизор в этом случае к численноэффективным. И численноэффективность означает, что вот это пересечение, которое мы уже встречали вот здесь в этой формуле, но в случае редуцированного там все только одна была кривая, аналгебраической поверхности может быть много уже кривых, там бесконечно много существует. Для любой кривой это пересечение больше равно нулю. Кривой С на нашей поверхности. И второй, это значит один случай, можно сказать, Лобачевский и в клипе. И второй случай, Римман, где Х вот это биррационально эквивалентно модели, которая имеет простой вид, П2. Конечно, это напоминает вот нам вот этот случай, когда у нас кривая проективная П1, но уже в двумерном случае. Но оказывается, здесь этим не исчерпывается вся классификация. А второй случай, когда у нас Х расслаивается над кривой, и это есть П1 расслоение. То есть это тоже мы можем смотреть на этот пример поверхности Риммана, как расслоение над точкой. Здесь мы базу начнем. То есть он как бы обобщается в двух вариантах, как П1 расслоение. Конечно, в этом случае, то есть для этой теоремы мы должны предполагать алгебраические замкнутые поля. Почему я предпочел сразу говорить про комплексность точек? Классификация чуть посложнее, когда поле не алгебраический замкнутый, но она, так сказать, вполне разумная в классификации. Здесь по-другому расслоение, и мы можем предполагать, единиц. Хотя это не столь важно для самой классификации. Если мы посмотрим на пересечения, которые мы здесь имеем, если кривую возьмем на P2 и пересечем ее с каноническим классом, то здесь всегда будет пересечение отрицательным. То есть это антипод этого случая. И на самом деле вот эти два случая они биррационально не эквивалентны. Биррационально совершенно разные две категории объектов. И здесь в этой ситуации, если мы рассмотрим кривую в слое, то есть F в слой, то пересечение AX со слоем будет равно минус 2 отрицательным. Здесь очень конкретное число минус 2. Сейчас я приведу один пример, который показывает, в чем заключается все-таки вот эта биррациональная эквивалентность. Хотя вот здесь кривые мне больше не понадобятся. Примерно. то есть мы рассмотрим поверхность X. Та существует такое преобразование, оно называется раздутие точки. И здесь имеется исключительная кривая, которая стягивается в точку. Она изоморфна как раз P1. и геометрически раздутие очень легко нарисовать. Мы берем X, берем точку и раздуваем эту точку на Y. Эта точка заменяется вот этой исключительной кривой. И точки этого многобраста соответствуют как бы направлениям. То есть мы при раздутии заменяем точку на более подробную информацию. Точка вместе с направлениями. Это снова дает не особую поверхность. но эта кривая имеет очень определенные характеристики. То есть если вот это многообразие попадает в этот класс, когда мы берем раздутие, оно же не попадает ни в один из этих классов. В чем состоит проблема? Мы должны минимизировать поверхность. Пересечение канонического класса будет минус единицы. То есть в одной кривой здесь будет нарушаться положительность после такого раздутия. И чтобы получить вот нашу модель, мы должны эту кривую сдуть обратно в точку. Такие кривые называются исключительные кривые первого рода. Исключительные кривые. Это рациональные не особые кривые с пересечением по каноническому классу минус один. Имеется здесь лема кадаиры. Лема кадаиры, который утверждает, что всякая исключительная кривая первого рода стягиваема. Мы скажем, что сдувается на... И кроме того, так, что сдувается так, что сохраняется не особость и проективность. То есть те два свойства, которые нам нужны были изначально, проективность, чтобы было многообразие не особо, они сохраняются, поэтому мы сдуваем получать. Не, а я теперь беру определение исключительной кривой первого рода, такое, что это не особая кривая, с таким свойством, что... Да, чистый неусловно. Это чисто, можно сказать, топологическое условие. Ну, почти. Тоже сама кривая должна быть и замор. На самом деле можно вести чисто топологическое потребность там е квадрат равном. Есть еще свойства этой кривой. Е квадрат минус единицы стоит просто уже чисто топологическое условие. И второй важный момент, про который следует сказать, с этой ремой, что если мы рассмотрим это раздутие, то имеется некий важный топологический вариант, называемый число пекара. Про него я несколько слов скажу. И число пекара вот у этой поверхности, число пекара у поверхности минус единицы. То есть мы на один цикл уменьшаем размеры. Вот этот цикл ровно стягивается. И что же это такое за число пекара? Это ранг некой решетки в двумерных гомологиях. Я сейчас не хочу подробно говорить, потому что это связано с алгебраическими циклами. Но в любом случае число пекара не превосходит H2 ранг второй группы гомологий нашей алгебраической поверхности с целочисленными коэффициентами. То есть это топологические двумерные циклы в соответствии к периоду. И один этот цикл мы стягиваем при этом преобразовываем. Почему это представляет интерес? Потому что раз это число конечно, то таких вот стягиваний исключительных кривых мы можем сделать только конечное число. И в конце концов получить поверхность, которая с итальянской точки зрения называется минимальной, но это не совсем та минимальность, про которую сегодня пойдет дальше речь. Я сформулирую этот результат сейчас, который доказывает эту классификацию, которую я здесь. Значит, это можно сказать инриквест Костянова, определение, что минимальная алгебраическая поверхность поверхность алгебраическая не особая проективная, без исключительных кривых перворода. если мы имеем поверхность без исключительных кривых перворода, то это ровно эти два случая, которые я здесь сделал, предыдущих, потому что у нас было условие здесь КХС больше 0 для любой кривой, поэтому нет кривых перворода. и здесь легко проверить, тоже нет кривых перворода, исключительных, потому что база достаточно высокого рода. Если мы рассматриваем просто по один расслай, иногда может быть поперек, в случае F1 специально. И, конечно, согласно вот этому второму замечанию числа Пекара, если у нас есть поверхность, которая не минимальна, там имеется по определению исключительная кривая, мы можем стянуть исключительную, снова не минимальную, снова стягиваем, согласно последней суждения, в конце концов мы всегда получим минимальную поверхность. Однако там есть небольшие нюансы, связанные с этим вторым случаем, тоже могут возникать расслоения над кривыми рациональными, и тогда имеется теорема, что если у нас над кривыми рациональными, то мы можем перестроить, то есть обратно подраздуть, издуть, это все бирациональное право занятие, чтобы получить П2. Так сказать, все это успешно заканчивается. Теперь я готов сформулировать уже, что же ожидается в многомерном случае, что, предположим, у нас есть теперь не особое трехмерное или большеразмерное стеологебраическое многообразие, и что мы ожидаем в качестве моделей вот таких минимальных. Мы назовем их результирующими моделями, и вот сейчас я объясню про два типа тоже этих будет результирующих моделей. Значит, результирующие модели. вот мы видим здесь два типа. Есть минимальные модели алгебраических многообразий, которые включают в себя, конечно, минимальные, но немножко отличаются. Существует определение связано с работами Рида и Мори. и что такое минимальная модель. Еще их называют минимальное многообразие, многообразие алгебраическое. для этого многообразие характерно свойство, что канонический класс численноэффективен. Согласно нашему определению, численноэффективность означает, что это пересечение больше равно нулю для любой кривой. C содержащийся нашим модобразием. Однако есть один нюанс, который отличает многомерную геометрию от маломерной. Здесь нужен допустимый класс особенностей, про который мне не хотелось говорить. Допустимый класс особенностей. Я назову лишь терминологию такие типы особенностей. Конечно, класс особенностей прежде всего должен быть такой, что это пересечение определенно сохранится. То есть снова мы определим канонический класс. Канонический класс можно определить на любом многообразии, где особенности в коразмерности 2, то есть они не касаются нулей и полюсов дивизриального типа, но в то же время какая-то должна быть информация, чтобы определять это пересечение. Это свойство обычно означает куф к реальность многообразия. На таких многообразиях всякий цикл коразмерности 2 является пропорциональным гиперплоскому сечению, то есть он задается одним уравнением. Раз задается одним уравнением, определенная теория пересечения. Если все циклы такой проводов, обобщает понятие характериальности, когда просто циклы бескратности задаются одним уравнением. А если у нас задано одно уравнение, то легко ввести теорию пересечения, особенно нам с кривой, надо ограничить это уравнение на кривую и посчитать число нуля и полюсов при ограничении этого уравнения. Это связано, конечно, с дивизорами Вейля. То есть дивизоры Вейля и Кортье здесь примерно совпадают. С точной пропорциональности есть терминология с Ку Кортье и дивизоры. И второе свойство этих особенностей более тонкое это терминальность. Терминальность. Одно из определений, которое, конечно, можно использовать в дальнейшем вместе с Ку Кортье связано с той диаграммой, которую я сейчас здесь помещу и которая связана с программой минимальных моделей. И можно считать, что это особенность, которая получается в результате применения в результате применения этой программы. Особенности, которые мы получаем, можно, наверное, терминально. А тут происходит, кстати, терминология. То, что это особенности терминального объекта. Объекта, который получаем в результате действия этой программы. Но они имеют эти особенности. Как всегда, в математике мы можем иметь практический подход, определять группы связанных с перестановкой, мы можем ввести абстрактную теорию. Есть абстрактная теория терминальных особенностей, есть абстрактное определение, не связанное с этой диаграммой. Значит, это один класс многообразий. Особенности были введены Ридом, а Мори в своей программе подчеркнул важность этого объекта. И, конечно, в классическом итальянском технологии здесь разница в том, что P2 минимальная поверхность в классической итальянской технологии, но она не минимальна в современном. Вот, вспомните, это второй класс, здесь были введены понятия расслоения Мори фана. И эти расслоения очень подобны P1 расслоения. То есть, для них свойство противоположное, что Kc отрицательна, но не для всех кривых, а для тех кривых, которые расположены над базой. То есть, здесь есть такое расслоение, многообразие, конечно, надо предполагать, что расслоение не привязано, относительная размерность больше равна единице, то есть, у нас слои, по крайней мере, содержат хоть одну отрицательную кривую, то есть, существует такая кривая, которая отрицательна пересечения, и для всякой кривой в слое это выполнено. Это очень естественное обобщение понятия проективной кривой или P1 расслоения, проективной прямой. И второе условие, здесь, которое я напишу, это относительное число Пикара. Ну, грубо говоря, я уж тонкостью тоже не буду раздать, это как бы разность между числом Пикара Х и числом Пикара З. Оно должно быть минимально, единиц. То есть, это преобразование имеет такую элементарную природу. Как вот в случае, когда мы стягивали одну исключительную кривую в тереме Тудаира, здесь ровно единички, ни больше, ни меньше. Это, кстати, пример такого морефана, но без этого условия. Здесь как раз не выпоминают условия о том, что это расслоение. Ну, и последнее, что здесь допустимые особенности те же самые. допустимые особенности. Они и в этом классе тоже необходимы. Могобрыз терминальные и куфкатериальные на Х. Значит, чтобы проиллюстрировать, я, может, два примера таких элементарных связанных связанных с классической геометрией. Значит, первый пример. Рассмотрим квадратичный конус. х квадратичный конус. То есть, это конус над коникой обычно. То есть, мы рассматриваем конус над коникой с образующими прямыми. То тогда, если мы рассмотрим образующие этого конуса L, то она является ку-карте дивизора. Дивизор веяля. По определению дивизор веяля это просто цикл к размерности 1. То есть, это прямая на поверхности. И, если мы попытаемся написать уравнение только это прямое, это не удастся сделать. Потому что мы возьмем касать, но еще двойная будет. А если возьмем не касать, то еще одна прямая появится, которая не отделишь в этой точке. То есть, не отделишь одним уравнением из-за наличия этой особенности. Однако, если взять два, дважды образуюсь, то это дивизор карте. То есть, имеет одно уравнение локально. Локально одно уравнение. И в этом случае уравнение есть просто касательное. Она сдаёт дважды. То есть, здесь теория пересечений очень интересная и простая. например, интуитивно нам кажется, что квадрат должен быть единицей, но это не так в этой геометрии на вторую. Отсюда появляются некие проблемы операциональные геометрии. Появляются рациональные числа в качестве пересечений. Второй пример показывает, что в принципе особенностей не избежать. Вот рассмотрим некое трехмерное многообразие и их много можно придумать. Можем предполагать, что это многообразие как бы общего типа, что она самая хорошая, то есть, является минимальной моделью. И рассмотрим фактор. Предположим, что у нас есть фактор, это многообразие по инволюции, и рассмотрим на нем некую особенность очень специального типа. Такое действие тоже можно найти. Это точка по модулю этой инволюции, и мы рассмотрим такую особенность с чертой имеет вид c куб по плюс-минус один. То есть, здесь инволюция очень простое действие имеет локальную особенность. простейший тип такой, одной из самых простых типов фактора особенностей. То есть, это фактор особенностей, где инволюция действует на вектор V, как отрицание V переходит в минус V. Самое трехмерное многообразие c куб не особо, но, однако, если мы повторизуем, там появится особенность. Не очень хорошей природы, потому что как раз для нее канонический класс не является дивизором карте. Что здесь мы можем сказать, что если мы рассмотрим этот многообразие, нашим фактором многообразия, вот эту особенность, то она, конечно, имеет разрешение, то есть здесь поверхность появится, V2, который напоминает, конечно, лему Кадаира, но у нее совсем другое пересечение с Камклассом, которое не нужно, и которое не соответствует раздутию особой точки, типологически отличается. и если мы рассмотрим здесь теперь кривые С, и это многообразие Y, то, конечно, канонический класс Y, С, будет здесь отрицательным. Даже если это многообразие общего типа, то если мы хотим превратить это в не особо проективное, там не будет выполнено свойство минимальности, а если мы хотим минимальность, мы должны это стянуть, и ничего лучше не придумать, что в этом случае можно подобрать такой пример, это будет единственная минимальная модель. И, конечно, эти примеры привели в конце концов к такому определению минимального многообразия, что некоторый класс особенностей мы должны допустить, его не избежать. Теперь я, собственно, объясню, в чем состоит действие этой программы минимальных моделей, что мы исходим из какого-то алгебраического многообразия и хотим построить в конце концов одно из многообразий вот этого типа либо минимальная, либо расслоение моря факт. Здесь я сформулирую один такой фундаментальный факт, который как раз связан с этой диаграммой. Первый шаг в этой диаграмме мы берем любое многообразие, потом строим его проективную не особую модель и проверяем, если k численно эффективно, то очень хорошо, мы получили минимальную модель. А если k не численно эффективно, то утверждаешь, что существует экстремальное издутие. И вот здесь я хочу это сформулировать, что это такое. Это теорема, которая о море, я, в которой поучаствовал там, и коломата основные части. Эта теорема утверждает, что если x, ну как следствие этой теоремы, она более такая продвинутая, возьмем следствие, если это деминимальное многообразие, и более того, с допустимыми особенностями, с допустимыми особенностями, то есть особенностями вот этого класса, то тогда для этого многообразия всегда существует сдутие, существует экстремальное сдутие. стягивание, как раз здесь терминология. Значит, это селективный морфизм со связанными слоями, что я не заметил, кстати, здесь вот тоже всяком берем стягивание, вот это море расслоения, расслоения терминологии предполагают, что все слои связаны. И с таким свойством, что канонический класс относительно отрицательный, то есть для любой кривой С такой, что образ это кривой точек, то есть если у нас есть F, если кривая С отображается точек, то ее пересечение с каноническим классом отрицательный, то есть это вот то, что как бы море и фана. И второе условие море и фана, то что это экстремальное сдутие, тоже мы предполагаем. То есть такое всегда существует сдутие, если не минимальное. То есть мы попадаем в этой диаграмме вот эту вот клетку. Существует экстремальное сдутие. И что теперь с этим сдутием делать? у нас не выполнено вот это условие. Если выполнено всегда было это условие, оно может быть выполнено, может нет. И мы проверяем теперь это условие. То, что вот здесь относительная размерность больше равна 1, это эквивалент к тому, что не выполнено вот это равенство между размерностью х и размерностью образа. То есть посмотрите это равенство. Если не выполнено это равенство, мы получаем расслоение моря. Поэтому у нас остается случай, и эти сдутия классифицируются следующим образом. Здесь расслоение моря фана, которыми мы уже легко получаем ответ. Вторая группа здесь — это сдутие. Сдутие по определению — это такое преобразование, что размерности одинаковы. Такое сдутие — это типичный пример регулярного биорационального изоморфизма. То есть над общей точкой это изоморфизм. Но в принципе здесь может быть исключительное множество. И дальнейшая классификация зависит от размерности этого исключительного множества. Мы рассмотрим два класса. Дивизориальные сдутия. Вот они, кстати, здесь и встречаются потом. Вот в теореме следующей мы имеем либо перестройку или дивизориальное сдутие. Вот первый класс сдутия — дивизориальное. Значит, тогда имеется исключительное множество х, которое дивизориальное. Дивизориальное — исключительное множество. Что означает такое исключительность множества? Это означает, что если мы рассмотрим наше отображение вот этого стягивания или сдутия в этом случае вне исключительного множества, то здесь происходит изоморфизм. То есть нет такая вот хирургия между образом. Вот типичный пример такого сдутия в двумерном случае, когда мы брали исключительную кривую первого рода и сдували ее в точку. Вот здесь как раз было это исключение. Так вот, дивизориальный случай — размерность есть, размерность х минус единица. То есть это дивизор, может быть, максимально возможная под многообразие размерности. Значит, в этом случае что можно проверить? Что если дивизориальное у нас сдутие, то тогда многообразие игр имеет допустимые особенности. особенности. И в этом случае, когда у нас дивизориальное сдутие, у нас имеется класс допустимых особенностей, мы снова возвращаемся сюда по нашему алгоритму в случае проверки, качественно, эффективно или нет, и продолжаем этот цикл. Но для сдутий, надо сказать, это все успешно заканчивается. Я это сформулирую в виде следствия. Что если имеется дивизориальное сдутие, то число Пекара у игрока есть число Пекара у х минус единица. То есть здесь эта формула применима дословно, не просто в каких-то закавычках. Ну и поэтому, раз число Пекара снова у нас погиб, то у нас имеется только конечное число возможностей дивизориальных сдутий. А если сдутие не дивизориальное, то, конечно, возникает серьезная проблема. И в первом случае есть обрыв. Да. Вот обрывом поднимается то, что вот после конечного числа циклов в этой диаграмме мы выходим на одну из моделей, либо минимальную, либо расслоение море фон. Значит, третий класс таких сдутий, которые надо рассматривать в стягивании, это есть малые сдутия. Я стимулирую, значит, малые сдутия. Малые сдутия. Значит, в этом случае по определению у нас есть исключительное множество Е и корразмерность больше равна 2. В случае поверхностей такого быть не может, потому что любое исключительное множество покрывается кривыми, которые мы стягиваем. Поэтому этот случай, случай поверхностей, не встречается. И легко расклассифицировать все сдутия в размерности 2. Это ровно те сдутия, которые дает леммор Кадайр. Это ровно леммор и означает. Однако в размерности 3 у нас могут встречаться случаи, когда сдувается кривая. Или в размерности 4 кривая или плоткая. Зависит от особенностей поверхности. И поэтому здесь имеется преобразование. Я сформулирую здесь гипотезу, но она почти, можно сказать, доказана, эта гипотеза. Даже несколько вариантов есть. Существование перестроит. В этом случае утверждается, что надо действовать следующим образом. Надо заменить наше многообразие, наше малое сдутие на другое малое сдутие. То здесь происходит хирургия в размерности 2. Мы по-другому этот цикл вставляем к размерности 2, который здесь появится. И здесь у нас сдутие отрицательно относительно К, а здесь оно положительно относительно К. Здесь свойство такое, что Х плюс имеет допустимые особенности. Особенности. И К, Х плюс, канонически классный, пересекает любую относительную кривую больше нуля. Для любой кривой С, если мы означим F плюсиком, что F плюс С, применяясь точка. Все кривые, которые здесь стягиваются в точку, на них причинный набор положительный. С отрицательный мы переходим на положительный. Вопрос существования такого объекта довольно сложный, но он имеет алгебраическую переинтерпретацию. Это связано с некоторым кольцом функции, и надо доказывать, что это кольцо функции, конечно, порождено, и потом уже можно почти автоматически это вывести. Не такая сложность. Однако даже если мы имеем эту вот перестройку, вот такое преобразование, оно здесь написано, либо дивизориальное издутие, либо перестройка, и получив этот Х плюс, вот здесь написано Х плюс, мы его сюда снова запускаем в качестве Х, и идем с этими перестройками. В чем сложность этих преобразований? Для любой такой перестройки число пикара одно и то же. То есть этого инварианта уже недостаточно, чтобы контролировать, сколько будет цикл. Это грубый. И здесь возникает вторая проблема, и которая до сих пор не решена полностью. Я в заключении скажу пару слов, хотя бы какой ее статус. Чипотизь 2, что обрыв перестроек. То есть какой бы мы ни взяли последовательность, в принципе, вот на этом шагу, где мы строим экстремальное издутие, оно неоднозначно. То есть какой бы мы ни брали выбор экстремальных издутий, которые соответствуют перестройкам малым, то есть после конечного числа шагов у нас нет дивизиальных, то после конечного числа циклов в любом случае мы получим обрыв и придем, в конце концов, к одной из этих моделей. И здесь следует упомянуть, конечно, лог программе минимальных моделей. Что оказывается, что даже в предыдущей теореме, которую я сформулировал, играет очень важную роль программа лог минимальных моделей. Чтобы строить втягивание для многообразия с допустимыми особенностями, надо расширить класс в нашем многообразии. И я сформулирую здесь как пятым пунктом лог программы минимальных моделей. А в чем она заключается? В том, что надо заменить канонический класс на канонический класс плюс еще какой-то вот добавок, который мы можем менять. И этот добавок есть дивизор. В общем случае с вещественными коэффициентами, но в единичном сегменте. То есть для тех людей, которые, может, те вероятности наклонны. Это как бы введение границы некой. Но у него есть вероятность. Если нет границы, то есть если граница, а если граница уж точно единица, а так между нулем и единицей. И про этот пару надо ввести то же самое, что ввести лог-терминальные пары, q-факториальные. То есть легко здесь можно все это обобщать, добавляя слово лог. Вместо перестройки лог перестройки. Такая мы берем уже пересечение не относительно канонического дивизора с c, а мы его заменяем на пересечение канонического дивизора плюс b с c. То есть уже у нас запас таких движений происходит. И здесь имеется один результат, который показывает связь из гипотез. Что в лог минимальных моделей, в лог программе минимальных моделей, вот из этой гипотезы, из гипотезы об обрыве следует существование флипов. Я сформулирую сейчас эту теорему. Это как бы здесь вершина. Значит, теорема это имеет, конечно, длинную историю. Тут много людей участвовало. И общий метод такой использования допредельных там специального класса перестроек и теоремы, связанные с продолжением сечения, из комплексного анализа теоремы Сью и Каламата в алгебраической версии. Ну и потом оба эти метода были соединены в работах Хэттена и Маккерна. И в результате получился такой индуктивный результат, что если лог обрыв то есть для лог перестроек выполнен в размерности N, то существует лог перестройки в размерности N плюс 1. Ну это в принципе что нам и нужно. То есть мы имеем обрыв в любой размер, мы следующий перестройка перестройки. Перестройка построит, нас интересует теперь обрыв и так далее. То есть по существу вот с этой точки зрения конечно можно было перейти просто к обрывам, но имеется здесь некоторая до сих пор сложность. То есть в принципе имеется здесь анонсированный результат еще не опубликован. Похоже, что верный результат Беркара Хэкона О, Сосини Хэкона Аккерна где они показали, что в принципе чтобы построить минимальную модель не обязательно рассматривать произвольные последовательности перестроек, а можно рассматривать некий специальный тип, то есть их упорядочить по определенному принципу. Это очень напоминает даже на самом деле дифференциальный, не то, что напоминает, есть прямая связь с работами Перельмана в этом смысле. Там, работа с метриками, комплектный анализ можно переделать, а работа Перельмана вещественной версии комплексно-аналитического факта, связанная с деформацией метрик Келлера-Эйнштейна. Так вот, здесь можно показать слабую версию. И не для всех логпар, для логпар общего вида. Логпар общего вида. То есть, как это можно резюмировать? Что проблемы... А, отсюда, в частности, следует, что вот эти вот логпары, которые связаны с перестройками, имеем общего вида. То есть, с одной стороны, вроде бы, вот эта проблема решена. Но проблема с обрывами остается в любой размерности, для любых логпар, то есть, это не значит, что любой логпар нам построен лог минимальной модели. И здесь я упомянул только о своем результате 2006, тоже 2006 год, и методы очень похожи. 2006 год тоже такой упорядоченный обрыв, и здесь существование лог... лог минимальных моделей в размерности 4. То есть, это в современной алгебраистической геометрии максимальная размерность, где мы имеем обрыв в слабой форме. Здесь не утверждаю, что любой последователь, но некое последовательство всегда есть, которое обрывается, по крайней мере, до размерности 4. Размерность 5 и выше для некоторых типов пар, вот я бы сказал, общего типа, которые достаточны для некоторых приложений как конструкции флипа, такие имеются обрывы. Однако, если будет общий построен обрыв, то она решит, конечно, эту задачу автоматически. То есть, это вопрос там, как подходить к этому обрыву. Конечно, у Маккерна и Хеккен у них там некоторые есть идеи, связанные с теоремами обращения вновь, довольно серьезными, но здесь этот вопрос открытый и непонятно, чем все это закончится. В заключении, можете, я скажу просто, в чем же заключается смысл? Оказывается, лог-теория имеет многое приложение этой лог-версии, не только доказательства, потому что доказательства все, и Беркар, и на это доказательство, они основаны на интенсивном применении лог-теории, где мы можем индукцию проводить, ограничивать в меньшую размерность и использовать эти утверждения индуктивно. А идея сама, почему вводить эти границы, она очень простая. Начало ее. А техническое воплощение, как обычно, бывает сложно. То есть, если мы рассматриваем любое многообразие, и на нем приложим не особый канонический класс, то если мы добавим очень сильное гиперплоское сечение, то это уже у нас будет минимальная модель. потому что мы добавили k плюс h, который очень сильно положительно пересекает. И поэтому, в принципе, затем мы должны рассматривать модели для параметров, которые вот как раз идут в этом отрезке 0.1 и уменьшать. И в этом состоят все эти методы двигаться. И здесь, пользуясь этим параметром, можно выбирать специальные типы перестройок. Это позволяет упорядочить хлип. Потому что при таком подходе мы непроизвольно и берем вот эти перестройки, еще хлип, они называются, а которые упорядочены вот согласно выбору такой поляризации. Поляризация гиперплоское сечение. Это типично для математики с точки зрения дифференциальной геометрии. Это выбор метрики некоторый. И это трактуется тоже с точки зрения уравнений метрик Келлера-Эйнштейна. И, соответственно, дифференциальное уравнение можно рассмотреть динамику этих уровней ПТ. И вот при изменении этого параметра есть некие скачки. Вот скачки, они связаны с дивизриальными сдутиями или перестройками. Утверждение, что этот отрезок делится на конечное число интервалов. Это уже в точности как переливание. И на каждом интервале у нас как бы такая стабильность идет хорошая. А потом, когда к другому интервалу приходим, мы должны сделать дивизриальные сдутия или перестройку. А в заключении мы должны либо построить минимальную модель, либо чуть-чуть уменьшив фас, мы получим море фана расслои. То есть, с этим все бы и закончилось. Однако, здесь имеется, как я сказал, некие технические до сих пор проблемы связаны с перестройками, которыми я занимаюсь тоже в последнее время. Там есть инварианты и вся сложность с этими инвариантами, что они являются рациональными числами. То есть, если мы даже знаем, что у нас есть положительные рациональные числа, они уменьшаются, это еще ничего не гарантирует, что мы имеем некий обрыв. Эти рациональные числа должны определенным свойствам удовлетворять обрыва. Такие есть гипотезы про них, некоторые проверены и в комплексном анализе подобные проблемы встречаются с интегрированием функций, степеней функций, где мы имеем пороги, называемые комплексными экспонентами. И тоже есть гипотезы, соответствующие про комплексные экспоненты. То есть, здесь такой круг вопросов, который связан со многими вопросами математики. С обрывом он все существенно его решит. На этом разрешите мне закончить докладывание с вопросами.